На этом пешеходном переходе 27 июля сбили 10-летнего мальчика. По словам официального представителя ГИБДД, виновный водитель был трезв. Стаж управления транспортным средством у водителя непродолжительный, 2 года. Однако уже он имеет 34 административных правонарушения, из которых 25 за нарушение скоростного режима. Мальчик жив, его здоровье не вызывает опасений у врачей. Ребенок находится дома под опекой родственников. Я шел по пешеходному переходу, две машины остановились, а третий не хотел останавливаться. То есть они не видели тебя? Ну, и она сбила меня. По трагическому стечению обстоятельств мальчик остался сиротой. Его родители погибли под колесами автомобиля на пешеходном переходе в 2007 году. Воспитанием ребенка сейчас занимаются бабушки. До суда он обещал много, конечно, что мать бегала, обещали, что это, то поможем, тот и все, так, лишь бы не садили. Но мы подумали, но у него тоже дети есть. Подумали, так, ну, с матерью моего зятя. Ну, ладно, не будем садить, скажем, что мы не будем садить, лишь бы помогал маленько. Но как суд прошел, так все забылось. Всем, кому не безразлична судьба мальчика, могут обращаться по телефону горячей линии телеканала ТВКОМ 277-222. Все звонки будут переадресованы на телефон бабушки мальчика Светланы Цыпденовой. Намсарай Намсараев, Виктор Еланцев. Новости дня. Новости дня.